11 глава пророка Захарии, наш проект Экзегет, 11 очень известная, потому что там есть одно пророчество, но мы не сразу к нему перейдем, мы прочитаем, конечно, по порядку, я читаю свой собственный перевод. «Отворяй Ливан свои ворота, пожрет огонь ливанские кедры, рыдай кипарисы, бы срублен кедр, пали могучие деревья». Это вообще о чем? Вот так мы читаем главу за главой, иногда надо заглянуть в предыдущую, там тоже был Ливан, там были упомянуты Галаады Ливан, как две области, где расселятся израильтяне, при том, что им не хватит места, собственно, их земле в Ханаане. И вот здесь об этом и говорится. Но почему же тогда огонь пожрет, почему надо открывать ворота? Завоевание, которое неизбежно грядет, да, то есть Ливан будет завоеван, и поэтому там поселятся израильтяне. Не знаю, не уверен, может быть, и другой смысл, почитаем чуть дальше. «Рыдайте дубы башана, ибо сгинула лесная чищеба, слышен плач пастухов, их угодья пропали, слышно рыканье львов, заросли при Ордане пропали». А вот башан, или в синодальном переводе васан, это уже область в Ефремовом Нагоре, то есть в Северном Царстве, и она не завоевана, она относится, собственно, к земле Израиля, хотя в тот момент уже вот северная территория давно после ассирийского нашествия в VIII веке уничтожена, а у нас VI, не раньше, а может быть, даже и позже. И это просто, ну, некоторый такой, скорее, образ восстановленного Израиля, который включает и Ливан. То есть речь идет не столько про завоевание, сколько про саму эту большую страну народа Божьего, которая вся претерпевает некоторую опасность, которая вся неблагополучна. А в чем же дело? «Так говорит Господь мой Бог, паси овец, которых режут. Кто их купит, тот безнаказанно их зарежет». Ну, вообще, овец для этого обычно и покупают, да, на рынок отнести и зарезать, потом шашлык сделать. Что же там плохого? Но паси, да? То есть стадо – это очень частый образ народ, народ Израиля, народ Божий, который кто-то пасет. Вот пастыри у нас уже были в предшествующей главе, и о них что-то очень нехорошее говорилось, и вот их пасут и режут, пасут и режут. Не тот пастух, который хочет приумножить стадо, а скорее тот пастух, который хочет шашлычка побольше покушать. Видимо, это имеется в виду. Кто продаст, тот скажет «Благословен Господь, я разбогател, и даже пастухам их не жалко». Вот они торгуют народом, да? Понятно, что продают стада для того, чтобы получить прибыль. Да, наверное, все-таки какая-то жалость, что ли, должна быть к ним. Или этот образ стада и пастухов, он в данном случае уж какой-то совсем получается коммерческий, да? То есть, может быть, когда этот образ был использован в других местах, это было о заботе, о защите, которую пастухи оказывают по отношению к своим овцам. А тут, получается, это просто те, кто их продают на шашлык и ни о чем, кроме денег, не думают. Ну, соответственно, вот такие вожди народа. «И даже пастухам их не жалко, так и я не пожалею в преджителе этой земли пророчества Господа. Я предам одного человека в руки другого или в руки царя, они разорят страну, но я не стану защищать вас от них». Что такое? Получается, Господь говорит, раз ваши вожди вас не жалеют, то и я не буду жалеть. Как-то это несправедливо, а как-то это жестоко вы не находите. Но смотрите, если вы сами себя не защищаете, если вы сами между собой не пытаетесь договориться, говорит Господь, бесполезно надеяться на меня. И тут же он говорит нечто прямо противоположное. «Я буду пасти овец, которых режут самых несчастных в Атаре». Это что же? То есть, получается, он в ситуации вот такого социального раздарая, вот социальной несправедливости, такого угнетения, такого убийства ради прибыли, он говорит, «я все стадо пасти не буду, я не забочусь о нем, я выберу самых беззащитных, тех, которых режут». И вот это очень важная для многих пророческих книг тема, она, конечно, и в Новом Завете будет повторяться, что Господь с теми, кто страдает, что Господь с теми, кто несчастен, кто падает в жертву людской несправедливости. Но народ, внутри которого эта несправедливость происходит, он его не защищает. Очень много народов в последующей истории говорил с нами Бог, имея в виду с нашей нацией, государством, империей, страной, воинством, там, чем угодно. Он говорит, я с теми, кого режут, но я не с вами, если вы сами режете друг друга. Я возьму себе два посоха, один назову добротой, а второй – единение, ими буду пасти овец. Как прекрасно, да, единение, единство, у нас в России даже праздники, есть День народного единства, это вот такое что-то, преодолеем все различия. Но он только второе, первое – доброта, первое – милосердие, первое – снисхождение, первая – помощь тем, кто в трудной ситуации. Если это есть, то возможно, единство, если нет, то оно не работает. Два, два посоха сразу. Трех пастухов я изведу в один месяц, нет мне до них дела, как и им до меня не было дела. Я не знаю, наверное, это какое-то указание на конкретных людей, тех, кого он действительно погубил, те, кто умерли в один месяц, некие вожди, некоторые важные люди. Мы просто не знаем настолько хорошо реалий, чтобы судить, о ком идет речь. Но смысл понятен, да, вот ситуация этой резни и всего прочего, уже не важно, что там происходит, важно, что Господь не оставляет этого просто так. И тогда скажу, не стану вас спасти, кто погибает, пусть погибает, кто пропадает, пусть пропадает, а кто из овец выжил, пусть поедает друг друга. Ну, это уже совсем какая-то странная фраза из уст Бога. Может быть, речь идет о каком-то, ну, а ладно, делайте, что хотите, да, вот жрете вы друг друга, ну и жрите. Я не могу уже больше в это вмешиваться, я не хочу уже в это влезать, не знаю, может быть так, может быть и нет. Но вот какой-то предел, за которым Господь перестает вмешиваться в ситуацию, перестает за ней следить, он явно здесь ощущается. Тогда я взял и преломил посох доброты, разрывая завет, заключенный со всеми народами. А кто я? Мы сегодня пишем большую букву, когда Господь говорит, маленькую, когда кто-то другой, хотя бы и пророк. В оригинале-то больших букв не было, и это сказал Господь или сказал пророк. А может быть, сказал пророк, но тем самым сигнализируя о действии и словах Господа. Пророк, конечно, мог взять какой-то жезл, его разломать, но этим самым он показывает, что делает Господь. Разрывая завет со всеми народами, он ломает посох доброты. А когда у людей исчезает эта взаимная привязанность, взаимное сочувствие, взаимная помощь, то и Господь не сохраняет этого отношения к ним, то у них воцаряется что-то совершенно иное. Видимо, об этом речь. В тот день он был разорван, и узнали у несчастной встаде, кто следил за мной, и что таково было слово Господне. А это уже явно говорит пророк, что кто-то верил, кто-то не верил, но когда происходят некоторые события, разламывается этот самый посох. Вероятно, это идет речь о каких-то событиях более простых земного плана, то есть перестает что-то происходить, то, чего все ждали, и начинается какая-то другая жизнь. Мы слишком мало знаем реалий, мы не понимаем, о чем это было, но какая-то катастрофа случилась. И все начинают понимать, что эти действия, которые, возможно, пророк Захарий осуществил символически, они действительно имели смысл. Дальше слова, которые все как раз знают. Я сказал им, если хотите, дайте мою плату, а если нет, то и не надо. Они ответили мне, тридцать серебряников. Господь сказал мне, брось их горшечнику, высокую же цену они за меня дали. Я взял их и бросил в доме Господнем горшечнику и преломил другой мой посох, единение, разрывая братство Иуды и Израиля. Конечно, это пророчество про тридцать серебряников мы относим сразу к Евангелию, говорим о том, что там Христос был продан за эти самые тридцать серебряников. Это все хорошо и верно, но видим, что в изначальном контексте все немножко проще, все немножко иначе. Пророк, который одновременно пастух, пастырь своего народа, говорит, дайте мне деньги, ну если хотите, конечно, заплатите мне за работу. Пастухам же надо платить, если они пасли чье-то стадо. И вот они ему дают тридцать серебряников, совсем немного, такая небольшая сумма. И Господь говорит, это они меня оценили. Это не твоя работа. Это моя весть, за которую они готовы заплатить очень небольшую сумму. Напомню, что за Иосифа заплатили 20 серебряников, но инфляция была не такой быстрой за Иосифа, когда продавали в Египет. Сребряник это, ну шекель сегодня, это в Израиле валюта такая, то есть это где-то 10 граммов серебра с небольшим. Что значит бросил в доме Господнем Горшичнику, не очень понятно. Тоже, наверное, какая-то реалия, которую мы не понимаем. Ну вот отдай тому, кому ты захочешь, какому даже незначительному человеку, это на что-то большое и сложное не пустишь. И тогда преломляется другой посох. Вот пока еще есть надежда, что слово Господне выслушают, что тому, кто его несет, будет все-таки некоторая плата. Деньги ли имеются в виду, или может быть нечто фигуральное, оценка его нужности или что-то еще. Вот пока это все есть, то и единство сохраняется. Но когда уже этого нет ничего, то нет единства, потому что это единство основано, видимо, на общем понимании священного, на том, что есть общий храм, на том, что есть некое общее богослужение. А если этого нет, то и единство исчезает. Вместе с тем, надо заметить, что в реальности-то уже никакого единства нет, потому что Северного Царства нет давно. То есть здесь пророк говорит, собственно, о чем-то таком гораздо большем, чем мы можем себе представить. Он говорит не об исторических событиях, он говорит о том, как это, в принципе, работает. Может быть, даже какая-то проекция на распад царства сразу после Соломона, хотя, конечно, это было века уже назад. То есть это то, как это, в принципе, происходит. Поэтому евангельское пророчество попадает в эту сцену. Оно оказывается тоже частью этого события. «Господь сказал мне, возьми себе снаряжение глупого пастуха. Я собираюсь поставить над стороной пастуха, который не будет заботиться о пропавших, разыскивать молодня, кричить покалеченных и кормить здоровых, зато будет пожирать мясо жирных, отрывая им копыта». Но отрывая копыта, уже совсем просто отзверевшие, от жадности, от алчности, он уже начнет крушить все вокруг себя. И вполне обычная история. Не будет ни о чем заботиться, только о том, как набить свое брюхо. Такой будет начальник. Поэтому давай-ка ты изображай такого же глупого пастуха, и, видимо, пророк действительно это делает. И вывод горя негодному пастуху, что стадо бросил. Меч на его десницу, на его око. Пусть правая рука его совсем иссохнет, правый глаз его совсем ослепнет. Вот здесь, в этой пророческой книге, мы встречаемся с тем, чего не видели раньше. Это такая острая критика в адрес правителей, в адрес социальной несправедливости, в адрес тех, кто, собственно говоря, устанавливает нормы и законы в этом обществе. И они уже здесь воспринимаются как нечто отдельное. Эти пороки, конечно, переходят и на все общество, но прежде всего они относятся именно к ним. Ну и дальше продолжим уже, конечно, мы с 12 главой. Субтитры создавал DimaTorzok